Более 20 дорожно-транспортных происшествий сегодня из-за гололеда произошло на территории Якутска. Первый снег создал опасную обстановку на дорогах. Госавтоинспекция убедительно просит автолюбителей быть предельно осторожными. Одно из главных условий безопасной езды является наличие зимней резины. О том, каким колесам отдать предпочтение и на что больше всего нужно обратить внимание, расскажет Саргалана Захарова. Понедельник день тяжелый, а с первым снегом для водителя он стал тяжелее вдвойне. Всем, кто не успел переобуть своего железного коня заранее, пришлось изрядно понервничать в пробках и выстоять длинные очереди в шиномонтажках. Стоя в одной из них, мы попытались узнать, на что больше всего обращают внимание водители при выборе зимней резины. Главное, чтобы не дорого было и качественно. На рисунок вообще не обращаю внимания. Зимой зимнее, летом летнее. Ну, чтобы снежинка была и липучка. Однако, несмотря на расхожие мнения о приоритетах в выборе зимней резины, эксперты отмечают, обращать внимание необходимо на все детали. Начиная с даты производства, заканчивая рисунком и глубиной протектора. Значит, есть резина скандинавского типа для холодной зимы. Вот что нам подходит. И резина для среднеевропейской зимы, ее можно как определить, у нее достаточно твердый протектор. То есть, при нажатии на поверхность протектора, вы чувствуете, что она достаточно жесткая. Вот эта резина обычно к нам не подходит. Универсальной резины вообще не существует. Вот если мы уподобляться будем, есть одна большая самая североамериканская страна. Там люди любят ездить на универсальной резине. Мы все можем посмотреть ролики на ютубе, где масса аварий, происходящих из-за того, что они ездят на универсальной резине. Универсальная резина, она не будет держать летом, она не будет держать зимой. Она вообще никогда не будет лежать. Поэтому переобувайтесь. И это в наших условиях, в самых жестких условиях эксплуатации в мире. Больше как в Якутии, нигде так машина жестко не эксплуатируется. Нужно обязательно перебываться. Отметим, с этого года наличие зимней резины обязательно для всех автолюбителей. Не только из соображения безопасности, но и согласно новому закону, который вступил в силу с 1 января. Напомним, что согласно части 1 статьи 12.5 Кодекса об административных правонарушениях, водителю за управление транспортным средством при наличии неисправностей либо условий, способствующих запрету эксплуатации транспортного средства, грозит предупреждение либо административный штраф в размере 500 рублей. Таким образом, мы выяснили, что не всякая зимняя резина подходит под суровые условия якутской зимы. Также стоит отметить, что какие бы ни были характеристики у покрышки, ни одна из них не дает стопроцентной гарантии безопасности. Поэтому в зимнее время, а в особенности во время гололеда, необходимо быть на дорогах предельно внимательным и осторожным. Саргалана Захарова, Василий Слепцов, Евгений Лугинов, НВК Саха, Якутск.